В этом видео давайте рассмотрим, что же у нас такое IP. IP это у нас сокращение от английского интернет протокол адрес. Протокол здесь означает способ, это запрограммируемая вещь, с помощью которой компьютеры могут общаться между собой. То есть это программа, которая позволяет передавать компьютерам друг другу информацию. Это будет у нас протокол. И IP это у нас просто такой номер, который присваивается каждому компьютеру или какому-то компьютерному устройству для того, чтобы можно было найти этот компьютер в большущей такой мировой паутине. Скажем, у нас есть какой-то компьютер. У нас есть один компьютер, второй компьютер, третий компьютер, четвертый компьютер, пятый компьютер. И, например, вы хотите, скажем, послать какую-то информацию, пусть даже, например, по скайпу, хотите скинуть в чат какое-то сообщение, хотите скинуть. Но чтобы у вас это получилось, то ваш компьютер должен быть каким-то образом распознаваемый и тот компьютер, которому вы хотите послать сообщение. То есть откуда ваш компьютер узнает, куда вы хотите конкретно скинуть информацию. Поэтому у каждого, каждому компьютеру присваивается какой-то свой номер. То есть, например, это будет, пусть будет это компьютер 0, у нас, да, это ваш. Это будет компьютер 1, которому вы хотите послать, например, да. Это у нас будет второй. Это будет третий. И четвертый. И у каждого такого компьютера есть IP. То есть пусть вот IP в данном случае это будут вот такие цифры. То есть на самом деле IP-адрес может состоять из большого количества цифр. То есть очень похоже на телефонный номер. И между такими цифрами там есть еще точки. Я думаю, что вы наверняка не раз видели такие цифры в интернете, да. Окей, и вернемся вот к IP, да. То есть, например, вот ваш компьютер, и вы хотите послать сообщение для своего друга, да. Вот. И когда вы пишете и отсылаете ваше сообщение, то именно вот благодаря IP-адресу ваше сообщение доставляется именно вот тому компьютеру, которому вы хотели послать это сообщение, да. То есть вот таким образом это работает. То есть это не посылается, например, ни второму, ни третьему компьютеру, да, ни четвертому, а именно посылается вот тому, которому вы хотите послать. Это достигается с помощью IP-адресов. То есть когда вы что-то пишете, ваш компьютер понимает, что вы хотите отправить информацию именно компьютеру номер один, а не какому-то другому. Ну вот и все. И все вот это достигается именно за счет IP-адресов, за счет того, что у каждого компьютера есть свой персональный номер. Вот, в принципе, и все, что такое IP. Вам понравилось это видео? Если да, то ставим пальцы вверх и подписываемся на мой канал. Прямо под этим видео вы можете найти ссылку на мой сайт Компьютерный гений и группу ВКонтакте. Заходите туда и будьте в курсе последних видео и новостей. И у меня к вам такой вопрос. Какие у вас бывают проблемы с компьютером или компьютерными программами? Обязательно напишите об этом в комментариях прямо под этим видео. И следующее видео я сниму как раз по этой тематике и помогу решить вам вашу проблему. С вами был Бойко Алексей. Всем пока.